Всем привет дорогие друзья! Сегодня буду готовить торт черный принц. Этот торт имеет миллион вариаций. Его можно делать, я в этот раз буду готовить на сметане. Также его можно делать с любым кремом. Крема, которые будут подходить к этому тортику, ссылочки на них я оставлю в описании. Потому что такой какой вам нравится, такой можете и делать абсолютно. Здесь именно вся фишка в шоколадных коржах. Для начала смешиваем сухие ингредиенты. Здесь у меня уже отвешенная мука и отвешенное какао. Все это просеянное сквозь сито. В другой емкости в комбайне я смешиваю сахар, сметану и яйцо. И ставлю на небольшую скорость, и это все добро перемешиваться до растворения сахара. Смесь станет не очень густой, она станет довольно жидкой. Вот, потому что сахар растает. Но нам нужно добиться именно растворения сахара. Для того, чтобы потом у нас была сладость, а не крупинка. И тем временем растоплю в микроволновке 30 грамм сливочного масла. Некоторые сюда используют и растительное масло. Но мне со сливочным нравится больше, все-таки более нежный вкус получается. Потому что растительное не дает никакого вкуса. И теперь еще к сыпучим ингредиентам добавляю соду. Соду я такую чайную ложку с горкой кладу. Хорошенько это все перемешиваю. Соду гасить не нужно. Во-первых, у нас сметана, это кислый продукт, она погасит соду. А во-вторых, у нас большое количество какао. Какао, как вы знаете, тоже прекрасно гасит соду. Поэтому не будет ничего слышно. И теперь добавляю сыпучие ингредиенты в смесь, в которой уже растворился наш сахар. Можно добавить еще щепотку соли, чтобы оттенить вкус. Всыпаю и все это хорошенько у меня перемешивается. Если нет, то воспользуйтесь просто венчиком, либо лопаткой, либо ложкой. Здесь не принципиально. Смесь получилась густая. Если у вас есть возможность, или у вас печь с конвекцией электро, то есть вы можете печь по три коржа. Ну, то есть разложить их по трем разных формах. Вот так в одной форме разложить, форму поднять. И опять разложить и поднять, чтобы они пеклись по отдельности. Они так выше поднимутся. У меня такой возможности нет, у меня газовая духовка. Потому что у меня они не пропекутся тогда нормально. И пеку вот такие вот прекрасные шоколадные коржи при температуре 180 градусов, где-то минут 40-50. Но смотрите по духовке и проверяйте на шпажку на сухую. Торт получился такой очень вкусный. Очень понравился моему крестнику. Поэтому я уверена, что и вам понравится. Не забывайте, конечно же, поставить палец вверх. А с вами, как всегда, был Кекс. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok